здравствуйте ребята я рада приветствовать вас на уроке географии тема урока природные зоны южной америки высотная поясность ант сегодня на уроке мы продолжим изучение природы южной америки узнаем какие природные зоны находятся на материке дадим характеристику этим природным зонам южная америка имеет такую же длину как и африка но простирается она гораздо дальше к югу ведь экватор пересекает ее только в самой северной части поэтому природа южной америки более разнообразно хотя и сходство конечно есть самое большое украшение материка это несомненно его экваториальные леса они занимают большую часть амазонской низменности всю эту лесную область материка называют амазонии ее площадь превышает двух миллионов квадратных километров это больше третьей площади всех лесов жаркого пояса лица в южной америки называют сельвой внешне она не слишком отличается от африканских джунглей это многоярусные леса состоящие из огромных деревьев поднимающихся на высоту многих десятков метров где они раскидывают свои обширные кроны более трех тысяч видов деревьев растет в сельве перечислить даже малую их часть невозможно назовем некоторые из них сейба одно из самых высоких деревьев на планете его высота превышает более 80 метров бразил дерево с очень красивой древесиной давшее название самой большой стране южной америки бразилии бальса дерево древесина которого легче пробки листья хийного дерева содержат хинин вещество позволившее приготовить лекарство с помощью которого стали излечимы многие тяжелые болезни а если сделать разрез на коре гивеи то появится сок белого цвета он загустеет и превратится в каучук сырье для производства резины остальные три тысячи видов деревьев не менее замечательны под пологим лесом перемещается только дикие свиньи пекари эти крупные животные небольшими группами протаптывают тропинки которые жители потом используют для передвижения в лесной чаще есть в сельве и более крупные наземные животные но они держатся по берегам рек и в густые заросли не заходят речь идет о топире и капибаре топир очень дальний родственник слона правда совсем на него не похож копибара крупнейший грызун на планете представьте морскую свинку ростом полметра и весом около 60 килограммов и топир и капибара значительную часть времени проводят в воде прекрасно плавают но пастись выходят на берег и все-таки главная жизнь в сельве сосредоточена не на поверхности земли а на деревьях крохотные калибри питающиеся нектаром цветов попугаи туканы и другие ученые не знают и половины животных обитающих там многочисленные обезьяны среди которых особенно заметны обезьяны ревуны заметно они прежде всего своими голосами удивительно резкими и громкими по утрам когда стая ревунов демонстрируют свое хоровое пение никаких других звуков лесу уже не слышно с помощью специальной аппаратуры определили что стая ревунов издает звук по мощности равны звуку взлетающего реактивного самолета а ведь ревом не такая уж и крупная обезьяна а вот услышать игрунковую обезьяну нам не удастся да и увидеть ее не так то просто ведь она совсем маленькая на ладони может легко поместиться пара игрунков трудно разглядеть в листве такую крошку несмотря на то что ее украшает черно-белый полосатый хвост который в два раза длиннее ее тело немало в лесах и хищников самым крупным из них является ягуар крупная красивая пятнистая кошка по размерам ягуар уступает и льву и тигру но местные жители часто его называют именно тигром увидеть ягуара в сельве практически невозможно он очень осторожный и умеет быть незаметным чаще он может целый день следовать за вами буквально по пятам но вы об этом даже не узнаете к счастью ягуар практически никогда не нападает на человека самое скрытное и загадочные животные амазонки это самая большая кошка в обеих америках самец ягуара вроде этого достигает двух метров в длину и весов 160 килограммов название происходит от индийского слова означающего убивающий одним прыжком он полностью соответствует этому имени ягуар обычно убивает одним укусом в шею могучие челюсти и клыки в три сантиметра длиной легко дробят череп добычи в отличие от многих кошек избегающих воды ягуар отлично приспособлен к плаванию он проходит сложный лабиринт рек амазонки добираясь до излюбленных мест охоты но даже ягуару надо быть осторожным в этих мутных водах здесь живут гигантские змеи анаконды и порой они убивают ягуаров водах многочисленных рек водится анаконда водяной удав одно время считалось что это самая большая змея на планете и хотя оказалось что это не так местный житель продолжает веять в это к сельве примыкает широкая полоса тропических степей саван в южной америке их называют льянос льянос и трудно назвать редколесье деревьев южноамериканских саваннах практически нет только вдоль рек располагаются узкие полосы очень густой древесной растительности галерейные леса самое примечательное дерево растущее в этих лесах кибрачу она отличается исключительно прочной древесиной которая возьмет далеко не всякий топор поэтому-то и его называют кибрачу то есть сломай топор в южноамериканской саванне нет такого огромного количества травоядных животных как в африканской саванне обитает здесь и броненосец удивительное животное покрыто панцирем панцирь состоит из нескольких подвижных поясов такое устройство позволяет броненосцу сворачиваться в клубок и превращаться в покрытый прочный броней шар правда считать броненосца обитателям только саван нельзя это животное хорошо распространено во многих природных зонах и южной америке и северной броненосец прекрасно чувствует себя и в саванне и в сельве и степях причем живет он не только в дикой природе но и в больших городах пожалуй самый необычный обитатель муравьед всего в южной америке обитает три вида муравьедов два из них лесные жители ну а в саванне живет один но самый крупный вид который так и называется гигантский муравьед несмотря на свое название он не так уж и велик длина тела немного больше двух метров из которых половина приходится на длинный и пышный хвост сильными передними лапами вооруженными могучими когстями муравьед разрывает муравейники и термитники после чего приступает к обеду он запускает внутрь муравьиного жилища свой липкий язык полуметровой длины и приятного аппетита из обитающих в саванне птиц самым заметным является страус намду но не так он велик как в африканский и у него нет такого красивого черно-белого оперения но согласитесь птица ростом более полутора метров всегда хорошо заметно кстати намду как и броненосец живет не только в саванне он любит открытые пространства и значит его можно встретить в зоне степей зона субтропических степей примыкает к зоне саван с юга чем отличается степь от саванны пампа так южноамериканские индейцы называют степь переводе это слово означает место где нет деревьев вот вам и разница в саванне все-таки есть древесная растительность пусть даже в виде галерейных лесов пампе же растут только однообразные травы животных которые типичны только для пампы не слишком много в основном здесь обитают животные пришедшие из саванн или спустившийся с гор зона степей очень активно используется человеком в хозяйственных целях степи это великолепные пастбища здесь формируются самые плодородные почвы пампа в этом отношении не исключение здесь много полей на которых выращивают разнообразные зерновые культуры прежде всего пшеница огромные стадо коров пасут в пампе южноамериканские ковбои которых здесь называют гуачо при таком активном вмешательстве человека в природу степи здесь мало остается места для диких животных и растений на одного обитателя все-таки можно назвать это опоссум чем же замечательный этот похожий на крупную крысу зверек кроме того что он как и броненосец живет во всех природных зонах обоих америк помните когда речь шла о сумчатых животных говорилось о том что такие животные австралии есть еще и в америке так вот настало время назвать имя героя единственный живущий за пределами австралии сумчатый обитатель планеты это сумчатая крыса или опоссум на самом юге материка в мирном поясе где анды встают преградой на пути западных ветров с тихого океана находится область с достаточным увлажнением этот негостеприимный край называется патагонии осадков выпадает здесь всего от 150 до 200 миллиметров год почвы малопригодные а растительность скудная животных мало в полу пустыне много грызунов например здесь обитает нутрия или скача оба грызуна обладает достаточно ценным мехом ради которого на них ведется активная охота самым распространенным животным здесь является крупная дикая кошка пума она меньше и ягуара и африканского леопарда но все-таки длина тела около двух метров от носа до кончика хвоста это не так уж и мало тем более речь идет о сильном и ловком хищнике пума очень широко распространена в южной и северной америке она предпочитает открытые пространства и особенно гористые местности за это и еще называют горным львом давайте вспомним об уникальном районе южной америке ее единственной пустыне пустыня атакама протянулась узкой полосой вдоль западных берегов южной америки странно пустыня на берегу океана а как же увлажняющее влияние морского воздуха на климат а его может и не быть если система постоянных ветров не гонит морской воздух на сушу а вдоль берега движутся воды холодного перуанского течения вот и возникла крупная пустыня атакама летом каменистая поверхность пустыни выжжена солнцем и лишена растительности дождей нет и зимой зато в зимние месяцы поверхность атакама окутывается туманом эти зимние туманы и является единственным источником влаги и пустыня преображается неожиданно появляются растения они быстро растут зацветают и дают семена которые прорастает ровно через год в пору зимних туманов в эти несколько месяцев цветущей пустыни появляются насекомые которые провели сухое лето в земле в виде личинок вслед за насекомыми появляются и птицы но это обилие жизни быстро заканчивается остается только чайки которые кормятся в море потому что воды перуанского течения очень богаты рыбой горные районы мы помним что в горах широтная зональность уступает место высотной поясности высотные пояса закономерно сменяют друг друга от подножий гор к их вершинам например в экваториальной части ант до высоты около трех километров простираются горные леса выше начинаются прекрасные альпийские луга трава в них высотой более одного метра но чем выше мы поднимаемся тем более скудной делается травянистая растительность на высоте четыре с половиной километров растительность исчезает вовсе мы ступаем пояс голых скал из высоты пяти километров начинается вечные снега и ледники то есть подъем в горы для нас превратился путешествие из амазонской сельвы снега антарктиды в нижней части гор животный мир приблизительно такой же как и на равнине но по мере подъемов горы появляются специфические виды про горного льва помо мы уже говорили а здесь еще обитает очень редкий интересный зверь очковый медведь свое название он получил за два светлых пятна вокруг глаз у него довольно короткая шерсть поэтому он по сравнению со всеми другими видами медведей очень стройный это подвижное и гибкое животное мало похожего на косолапого мишку удивительные волки живут вандах гривистый волк когда лежит очень похож на лесу такой же рыжий симпатичной рыжий мордочкой но если он станет мы будем потрясены длина ног гривистого волка равна длине его тела это одно из самых стройных длинноногих животных планеты самое знаменитое животное ант это низкорослый и безгорбый родственник верблюда лама лама сильное выносливое животное с великолепной шерстью несколько тысяч лет назад она была отомашнена племенами горных индейцев шерсть ламы используется для изготовления теплой одежды так необходимой условиях сурового горного климата по горным тропам и дорогам караваны лам перевозят людей и грузы хотя с тех пор прошло уже немало времени лама по-прежнему остается помощником для жителей гор кроме домашней ламы горах обитает ее дикий предок гуанака отличающийся от ламы более короткой шерстью и весьма независимым и строптивым характером замечательного грызуна открыли вандах девятнадцатом веке шиншилла невелика по размерам не больше зайца но обладает великолепным мехом красивым прочным и легким на мех шиншиллы тут же возник спрос в европе что его продавали даже на вес золота сейчас шиншиллу разводят на фермах во многих странах мира но родина ее суровые скалы из птиц самым заметным и знаменательным является несомненно кондор это огромная хищная птица красивым черно-белым оперением и размахом крыльев более трех метров конечно даже самый маленький страус больше любого кондора но кондор самая крупная летающая птица планеты и так ребята настало время перейти к закреплению одно из самых высоких деревьев на нашей планете правильный ответ сейба леса в южной америки называют правильный ответ сельва удивительное животное покрытое панцирем обитающее в саванне правильный ответ броненосец крупнейший грызун на планете обитающий в сельве правильный ответ капибара сильное выносливое животное с великолепной шерстью правильный ответ лама на этом наш урок подошел концу обратите внимание на информационные ресурсы которые были использованы на уроке спасибо за внимание до свидания спасибо за внимание